Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТМ, студии Махач Курбанов и коротко о главном. Опасный пешеходный переход. В Кайкенском районе две девочки пострадали в результате наезда. Подробнее через минуту. Обязали покинуть дома. Несколько лет жильцы микрорайона на горе Таркитау в Махачкале борются с последствиями землетрясения и оползней и ждут поддержку от государства. Оснащено современным оборудованием. В Республиканской клинической больнице номер 2 открылось новое реанимационное отделение. Что планируется открыть в дальнейшем, расскажем чуть позже. Наезд на детей в Кайкенском районе. Пострадали две девочки 10 и 12 лет. Их госпитализировали в больницу Кайкента. Одна из них находится в реанимации. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Тогда и произошло ДТП. Водителем оказался 45-летний житель Сергокалинского района. Ехал я там, машина стояла белая, или приора, или гранта, я не знаю, только вот доехал до пешехода, они из-за машины выбежали. Я резко направо повернул и врезался до стола. С какой скоростью примерно ехал? Скорость около 60 минут. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в отдел полиции. Об этом сообщили в Республиканском МВД. Начальник водопроводного участка МУП «Водоканал» города Каспийск признал свою вину в загрязнении питьевой воды нечистотами. Напомним, после употребления некачественной воды в период февраля текущего года 24 человека, в том числе 17 детей в возрасте до 6 лет, отравились. Прокуратурой города направлено суд уголовное дело, возбужденное 24 февраля текущего года по материалам прокурорской проверки, проведенной в связи с массовым отравлением жителей микрорайона «Кемпинг» города Каспийска в период с 21 по 23 февраля текущего года. 20 апреля прокуратурой города Каспийска утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу в отношении начальника водопроводного участка МУП «Водоканал», обвиняемого по пункту Б части 2 статьи 238 УК РФ, то есть по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. Расследованием установлено, что 17 февраля текущего года начальник водопроводного участка МУП «Водоканал» выявил попадание поверхностных вод в трубу, соединенную с резервуаром питьевой воды, и в связи с попаданием нечистот в питьевую воду самостоятельно произвел ремонт данной трубы, при этом не принял мер по прекращению подачи воды в резервуар, не сообщил в диспетчерскую службу, не привлек специальной бригады. В результате чего, после употребления некачественной питьевой воды, в период с 21 по 23 февраля текущего года, 24 жителя города, в том числе 17 детей в возрасте до 6 лет, отравились. В ходе следствия, обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено к Каспийский городской суд. Водители и пассажиров махачкалинских маршруток проверили на ношение медицинских масок и соблюдение транспортного законодательства компаниями. Сотрудники мэрии обратились к гражданам с просьбой соблюдать все меры предосторожности для сохранения здоровья и недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, за последнюю пару месяцев участились случаи нарушения правил остановки автобусов для посадки и высадки пассажиров. Напомним, что нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Сегодня мы стоим на улице Каркмасова возле ЦУМа. Некоторые транспортные компании, которые осуществляют перевозки, кому придет маршрут номер 18, 6 маршрут и 64-го большого класса, метан, устраивают здесь накопители, что создает помеху для движения других транспортных средств. Насчет масочного режима, мы видим в некоторых странах уже третья волна пошла, проводятся радиомероприятия на предмет соблюдения масочного режима водителям и пассажирам в общественном транспорте. ГОЧС и участковые свектора составляют административный протокол по статье 26.1. Уже третий год жильцы микрорайона на горе Таркитау борются с последствиями землетрясения и оползней. В местах жительства этих людей объявлено зоной риска, а самих жильцов обязали покинуть дома из-за опасности разрушений. Все это время они ждут поддержки от государства и рассчитывают на компенсацию ущерба. Подробнее Карим Даниев. Три раздалили вот таким слоем и сетку поставили. Обратно, вот обратно, вот дала трещина, вот так и вот так. Землетрясение амплитудой в 4,5 балла оставило без крова жителей 16 домов. Здесь, на склоне горы Таркитау, образовалась трещина протяженностью в 300 метров. Она проходит прямо под домами и оставляет за собой разрушительные последствия. Трещина растет, а вместе с ней масштабы разрушения. Аварийные дома пришлось покинуть. Жильцы остались на улице, так как находиться в домах им было запрещено. Теперь жильцам остается надеяться только на поддержку от государства. Материалы представлены на согласование МЧС Дагестана для выделения средств для переселения из резервного фонда правительства Дагестана. Параллельно документы представлены по 6 домам в Минстрой для включения в программу переселения из оползневых территорий. Прогнозы радужные далеко не для всех владельцев домов. Многие из них не имеют документов на свою недвижимость, но и здесь им обещают помочь. В настоящее время по 5-6 домам вопросы решаются в администрации, в министерстве по чрезвычайным ситуациям. А вот по оставшимся 10 домам, вот здесь, конечно, возникает вопрос, потому что у людей нет соответствующих документов и регистрации. Но, тем не менее, позиция органов власти такова, и мы с ними полностью в этом вопросе согласны, что людей нельзя оставить без внимания и им надо помогать. Первоначальная помощь пострадавшим была оказана незамедлительно. Решением главы города с момента объявления ЧАЭС жильцам аварийных домов было предложено переселение в пункт временного размещения на базе оздоровительного центра, а также предоставлена единовременная помощь в размере 50 тысяч рублей. За решением проблемы продолжают следить Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Мэрия Махачкалы продолжает борьбу с незаконной застройкой городских земель. Так, очередной демонтаж фундамента коммерческого объекта состоялся в парке имени в 50-летие октября. Как выяснилось, на объект не имеется правоустанавливающих и разрешительных документов. В мэрии отмечают, что подобного рода работы требуют больших затрат, но это вынужденная мера, так как интересы отдельных предпринимателей не должны стоять выше интересов общества. Кроме того, в городе продолжаются работы по освобождению тротуаров от незаконного захвата. В Республиканской клинической больнице номер 2 открылось новое реанимационное отделение на 6 коек. Оно полностью оснащено современным отечественным и немецким оборудованием. Уже завершен ремонт фасада и кровли. В настоящее время идет благоустройство при больничной территории. По словам главного врача больницы Ибрагима Магомедова, в ближайшее время в РКБ планируется создание нового операционного блока. Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием. Подведены все медицинские газы. Отделение отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом отделении как можно меньше было пациентов. Но мы знаем, что здесь работают высоко квалифицированные специалисты. Специалисты, которые сегодня, работая на этом оборудовании, смогут оказать помощь самым тяжелым, самым безнадежным пациентам. Тепличные хозяйства Карабахкентского района получат поддержку правительства Дагестана. Такое решение было принято по итогам визита в район председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Напомним, что в марте в Карабахкенте из-за обильного снегопада обрушились теплицы. Металлические каркасы тепличных сооружений не выдержали тяжести, снежного покрова и рухнули, погубив урожай. Многие хозяйственники понесли серьезные убытки. За последние пять лет на территории Карабахкентского района построены теплицы на площади 176 га. Тенденция увеличения площадей под овощеводство продолжается. В ближайшие два года планируется строительство новых теплиц. Основная проблема тепличников – нехватка потребляемого газа. Премьер-министр поручил отработать вопрос пересмотра генеральной схемы газификации для увеличения поставки газа с учетом развития тепличных хозяйств. Также будет проработан вопрос оказания иных мер поддержки. В Хасавюрте состоялось открытие всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, молодежных ветеранских организаций и учащиеся школ. Перед обелиском, павшим героем, выступили участники «Вахты памяти». Выступающие говорили о неразрывной связи времен и поколений, о необходимости воспитания молодежи в духе патриотизма. Участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших воинов минутой молчания. Наш поисковый отряд является лучшим в республике. И давайте мы этому отряду и всем остальным, кто сегодня хочет восстановить память и восстановить все, что было в Великой Отечественной войне, чтобы это все вернулось, найти останки наших павших неизвестных героев, пожелать, чтобы это все было у нас, как мы планируем, каждый, чтобы от души делал эту работу и никогда не забывали. Накануне в Русском театре прошла встреча коллектива из города Калуги с работниками культуры региона. Труппа Калужского драматического театра уже несколько дней находится на гастролях в Махачкале. В гости калужане приехали со спектаклями, которые уже завоевали зрительское признание у себя в области. Теперь они надеются, что и махачкалинская публика откроет для себя что-то новое в классических произведениях. Актеры выступят с пятью постановками в жанрах комедии, исторического романа и детского спектакля. Визит театральной труппы прошел в рамках всероссийской программы «Большие гастроли», которая направлена на расширение сотрудничества между театрами и привлечение новой зрительской аудитории. Гастроли пройдут до 25 апреля. В скором времени коллектив Русского театра нанесет калуге ответный визит. И о спорте. Четыре золота и четыре бронзы – таков итог выступления дагестанских вольников на чемпионате Европы в Польше. Накануне, в заключительный день турнира, медали высшей пробы в копилку сборной России принесли Абазгаджи Магомедов и Магомед Курбанов. Хасавюртовцы первенствовали в категориях до 61 и 92 килограмм соответственно. Кроме этого, третьими призерами в своих весах стали дагестанские легионеры сборной Белоруссии Алиш Абанов и Гаджи Раджабов, а также представитель Азербайджана Осман Нурмагомедов. 21 спортсмен из Дагестана представит сборную России по грэппилингу на чемпионате Европы, который пройдет 26-27 апреля также в Польше. На этих соревнованиях национальная команда традиционно входит в число главных фаворитов. А грэпплеры из нашей республики завоевывают для страны львиную долю наград. В Варшаве спортсмены выступят в двух разделах – в кимоно и без кимоно. В эти дни сборная России проходит заключительный этап подготовки на базе в подмосковном Новогорске. Это было все к этому часу. Оставайтесь с ННТ, смотрите наши новости и на сайте nnttv.ru. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин